роман приветствую тебя пресса артем наш традиционный с тобой эфир по пятницам закрываем мы к неделю можно даже итоги подвести того интересного что было собственно на них по недвижения финансовых активов показано в конце я предлагаю именно сегодня сделать и отрицательно для наших подписчиков те кто следит за совместным с тобой контентом несколько рекомендаций на средний долгосрок мы собственно обычно хоть и исходим из каких-то краткосрочных формаций либо поводов и событий но часто обозначаем уровне на достижение которых все-таки требуется не несколько часов и несколько дней поэтому друзья информация всегда для вас актуальны мы с романом стараемся чтобы больше у вас ну что давай тогда начинать с меня традиционно несколько идей я предложу как можно сейчас закрыть неделю и что можно взять на основу на флаг опять же на предстоящие дни уже следующий день по поводу доллара я за ним тебя наблюдаю слежу демонстрации давай придем для индекс доллара сейчас на ваших экранах и котировки 9980 я сегодня на своем брифинге попробовал замахнуться на цель даже 100 пунктов до конца торговой сессии хотя прекрасно понимаю что инструмента не самый волатильный скажем так индекс доллара но все-таки если говорить про фундаментальный фонд поддержка у него сейчас более чем достойная и на эту поддержку можно ориентироваться в том числе даже последний день торговой сессии полагая что на таком топливе актив может добить цель поставленной ранее 100 это прям давно я хочу увидеть этот уровень потому что прекрасно понимаю что нам нужно не просто успешно протестировать а закрепиться выше если мы хотим забраться к значениям максимальным с времен пандемии там был отметки 103 и 5 и чуть повыше я сторонник того что у доллара будет двигаться в этом направлении поэтому моя сделка которую я неоднократно во время нашего с тобой прошлого эфира да и в целом а тех видео которые мы записывали ранее я по доллару сейчас по обычай настроен и поскольку американский регулятор нам четко по полочкам разложил что а ставка будет расти и более того на майском заседании американский регулятор может принять решение уже начали сокращение баланса который сейчас объемов 9 триллионов долларов круче поддержки сейчас выдумать для доллара просто невозможно потому что это проявление крайне жесткого настроя плане монетарной политики и при росте ставок при сокращении баланса у доллара нет шансов чтобы стать аутсайдером рынка но это просто невозможно потому что если растут расставки параллельно за ними следует доходность американских облигаций при росте доходности трежерис доллар тоже не может упасть поэтому на рынке в отношении индекса доллара сейчас крайне предсказуемая ситуация в плане восходящей динамики вот этого бычьего тренда и возможности заработать на этом тренде они еще не исчерпаны тем более что мы очень скоро увидим значение и а повыше крупным мазком в отношении индекса доллара друзья откуда бы вы его не купили то же самое сейчас говорят про bitcoin вы все равно будете в плюсе мне кажется с учетом новостного фона в отношении баксы американской экономики это правило и эта формулировка в принципе тоже годится и для им спорта что касается более насущные таких краткосрочных идей это европейская валюта сейчас котировки 1 0 8 76 я евро шортил опять же почему потому что верил в рост индекса доллара это идея тебя отработала я евро продавал на основании слабых макроэкономических данных на этой неделе провальный отчет по промышленному производству кстати говоря еще один фактор тебе наверное тоже будет интересно если ты за новостным фоном особо не следишь но так для общего развития есть риск того что евро а понедельник может даже открыться с гэпом я не думаю что это большой будет гэп и он сопряжен с политической темой именно первым туром голосования во франции и раньше буквально неделю назад я практически не обращал внимания потому что не было сомнений в том что макрон это президент ранции на следующий срок но сейчас мари лепен ему вставляет палки в колеса и составляет довольно таки серьезную конкуренцию как раз в понедельник с открытия рынка уже я думаю что даже по результатам экзитпола будет ясно в воскресенье но в понедельник состав торгов по евро доллару мы поймем как рынок настроен вообще верит ли в победу мари лепен ли нет соответственно я вижу в этом политические риски и считаю что евро может добить до уровня сначала 108 107 тоже на откатах я рекомендую там не ждать каких-то заоблачных откатов кореции в район 110 111 дает пара евро доллар 50 пунктов как в принципе это сейчас моменте происходит от локальных минимумов мы уже отбились там на 30 пунктов шартич с целями которые обозначен некоторое время назад мы с тобой еще обсуждали индекс рыночных настроений всем известный кайман компания маркетс этот индекс сейчас является еще одним инструментом принятия торговых решений потому что стопроцентной результативности за последние несколько месяцев по индикации этот дикат в частности по евро доллару сейчас даже в моменте у меня индекс открыт я вижу расстановку сил это 76 процентов трейдеров покупают и 23 процента трейдеров продают то есть толпа взросела в покупках и рынок разумеется не дает заработать толпе а дает заработать только тем кто находится в меньшинстве рынка в данном случае дать им возможность заработать это отправить пару евро доллара ниже текущих значений рынок в принципе как ты знаешь так и устроен что большинство всегда проигрывает разрабатывать только меньшинство поэтому пока кстати данные по инвестиционных построений кайман можно отслеживать на нашем сайте в разделе инструментов там не только евро доллар там большое количество других финансовых активов но пара евро доллар она одна из самых высоколиквидных активов поэтому показатели там самые точные если опираться на такой способ анализа рынка я полагаю что перепозиционирование трейдеров произойдет нескоро поэтому можно ориентироваться на более глубокие значения и параллельно поглядывать не только за новостным фоном но и затем что показывает на хайма так еще пару дней это по золоту потому что золото я давно уже вижу выше отметки 1950 долларов за баррель но дневной таймфрейм последних последнего месяца можно даже сказать напрягает всех потому что золото ходит в коридоре буквально там 20 долларов вверх вниз и делает это десятки раз по несколько раз за одну торговую сессию должен произойти рано или поздно выход и чем дольше вот идет это накопление в рамках коридора тем более мощным рынком это накопление завершается я сторонник того что золото несмотря на рост доллара несмотря на рост доходности трежери золото должно выстрелить из-за рисков глобальной инфляции которая продолжает расти поэтому рекомендуем золото покупать целями 1950 1960 и по бренду тоже среднесрочная сделка сейчас котировки 101 89 и ждать снова возвращения в район 120 долларов за баррель а стоп лосс поставить отметку 97 я опять же акцентирую сейчас внимание на дефицит предложения которые на мой взгляд колоссальным а если еще и ближайшее время страны с придут к решению об эмбарго относительно поставок глобого топлива нефти то тогда быть нефти совершенно космических уровнях вот за эту возможность я еще и хочу потенциально использовать роман слово тебе так интересно артем интересно да особенно про кайман я вот тоже скажу пару слов то есть буквально вот я обратил внимание на него потому что по евро индекс каймана он вышел за границу 80 вот а ты рекомендуешь при 80 уже рассматривать продажи ну разворот да вот в обратную сторону и что меня сначала диссонанс у меня вопрос сначала возник потому что когда я посмотрел на пару евро доллар то я ожидал увидеть что там будет какой-то рост и вот кайман показывает разворот и сейчас надо продавать а там я вижу просто падение 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 я думаю как так то вот и сначала у меня не сложилось в голове вот но когда я на следующий день увидел что кайман развернулся вниз и евро тоже улетел еще ниже вниз вот тогда я понял что принципе не имеет значения текущая позиция евро да а имеет значение текущая позиция самого каймана поэтому да он очень четко предсказал движение поэтому рекомендую всем пользоваться кайманом вот действительно и на сайте есть и в терминале мета трейдер 4 есть отдельная в обзоре рынка набор инструментов по различным валютам вот ну а сейчас перейдем дать тем инструментом который обозначил что касается евро доллара действительно доллар укрепляется евро падает продолжает падать у меня более краткосрочные скажем так рекомендации поэтому что я сейчас вижу да что если все таки евро откатится вверх вот то можем рассчитывать на вот это значение это в районе 1 так сейчас уберу окошечко в районе 1 10 25 можем вставать на продажу это долгосрочная долгосрочный тренд вниз вот это будет зеркальная линия сопротивления от нее можно будет заходить на продажу вот так же если пойдет все таки дальше вниз у нас есть линия поддержки вот давняя уже от нее цена уже отбивалась и вполне возможно что она еще раз и протестирует это цена 1816 здесь можно рекомендовать ордера на покупке индекс доллара да он противоположное движение показывает здесь что я могу сказать ну во первых две недели назад когда мы встречались я обозначил линию поддержки зеркальной от которой индекс доллара может отбиться он успешно отбился то есть прогноз четко сработал вот и далее пошел вверх пробил уже линию сопротивления поэтому сейчас что касается вот ты говоришь покупать доллар да я в принципе тоже индекс доллара рекомендую покупать и если кто-то ждет лучшую точку входа то можно дождаться когда индекс доллара вернется к зеркальной линии поддержки это в районе цены 9937 здесь можно вот отсюда вставать в покупку вот это думаю наилучшая точка кто краткосрочно торгует по моим сигналам которые у меня на канале ссылочка будет в описании торгует по понедельникам то здесь вот от этой цены может быть краткосрочно вставать на несколько десятков пунктов вот что касается по золоту действительно находится в такой консолидации вот и ждем прорыва ну я не сказал бы не выразил бы такую уверенность что она пойдет вверх хотя понятно что защитный актив но учитывая текущую волатильность и то что доллар тоже может неожиданно укрепиться а все-таки при укреплении доллара золото у нас проседает вот поэтому если она все-таки просядет то мы можем рассчитывать на то что она откорректируется да вот если пойдем вниз вот откорректируется вот этой линии поддержки вот я обозначил синим таким прямоугольником бирюзовым вот ну что касается есть пойдет вверх ну пойдет вверх тут скажем пока никаких границ нет да никаких сигналов но если пойдет вниз хороший сигнал на покупку на затаривание золотом от цены получается нас в районе 1838 долларов за тройскую вот ну и по бренду по бренд немножко похожая ситуация тут единственно что могу сказать что вот этот треугольник который у нас нарисовался да он дает возможность нам на краткосрочные сделки вот от этой зеркальной линии сопротивления вот это в районе цены 104 11 вот ну и s&p 500 интересно рассмотреть в свете того что были у него жесткие просадки да и сейчас она вновь вырвался вверх и движется к своим максимум вот с одной стороны всегда после сильных просадок s&p 500 возвращался и вновь пробивал свои максимумы с другой стороны нельзя не учитывать вот мнение многих аналитиков экспертов там мирового уровня которые говорят что вот вот нам разворот вот вот крах да и так далее поэтому возможно что вот эти вот сильные движения да они характерны на самом деле на разворотах рынка то есть когда борьба быков и медведей наиболее сильная вот и вот это вот волатильность как раз таки говорит о том что может быть действительно назревает глобальный разворот тут как бы мы не можем однозначно утверждать надо учитывать этого внимания но пока что идет вверх и еще надо сказать что ведь драйверами основными smp 500 вот если посмотреть да я открыл даже два графика apple и microsoft ведь вес индекса smp 500 порядка ну суммарно apple и microsoft более 11 процентов то есть сами компании apple и microsoft двигают по сути делая smp 500 каким глобальным не был вот и поэтому если эти компании будут расти то индексы smp 500 будут расти и поэтому тут надо это зависимость учитывать более того вырывается в лидеры тесла да если посмотреть прошлый год он был там на 160 каком-то месте в smp 500 за двадцатый год по итогам а в двадцать первом он уже практически по моему на четвертом вот то есть это настолько мощный взлет тесла он тоже начинает влиять на smp 500 а тесла как раз таки очень хорошо несмотря на перегретость да то что аналитики говорят воздушные цены но тем не менее это лидер электромобили они производят увеличили производство в прошлом году и в этом году еще там по на 80 процентов планируют увеличить производство и диверсификации у них по этим всем цепочкам поставок там и так далее в общем вот это опция считать аналитик то очень позитивно все это выглядит поэтому не исключено что они могут выбрать вы выбиться в лидеры скажем так и на третье место и на второе кто его знает по крайней мере сам сам господи вылетел сам тесла лидерта илон маск да он самый богатый человек по версии форб все он уже самый богатый на планете считается поэтому его вот этот вот его корона может просто вывести его компанию и обогнать и apple и microsoft поэтому это не надо исключать и тогда вполне возможно что вот эти вот настроения пассивная до негативно они нивелируются индекс smp 500 еще дальше ровно поэтому взаимосвязано ну и вот дам еще сигнальчик по британскому фунту швейцарскому франку в стиле моих понедельничных выпусков на канале и и маркетс да и на моем канале вот для тех кто хочет краткосрочный сигнал 30 видно что сейчас идет фунт франк вверх вполне возможно что от уровня сопротивления он отобьется как-то срочно это 122 15 ориентировочно вот если пойдем вниз то у нас есть линия поддержки это в районе 120 91 я уже поставил ордер на покупку жду его там ну и второй ордер на продажу это 12326 вот он тут зажат между этих уровней вероятность то что отобьется это просто 99 и 9 вот как последний кто смотрит мой канал последние мои сигналы за последние несколько недель практически 100 процентов все добиваются у меня даже нет плохого сигнала что показать то есть все они краткосрочные надо это учитывать да не долгосрочно но добиваются хорошо ну вот такой мой взгляд такие мои рекомендации вот пожалуй спасибо роман за сделки за идеи остается следить только опять же сегодня конечно же пятница можно сделать отсылку на какие-то технические факторы что обычно трейдер опять фиксируется перед выходными а сейчас наверное фиксироваться уместнее вдвойне учитывая какие события глобально фону идут и никто не знает что произойдет там завтра послезавтра и где рынке из-за этого окажутся на открытие в понедельник но в любом случае помимо всех геополитических факторов еще раз обращаю ваше внимание друзья вот роман вам сказал как технически катка срочно использовать эти возможности я дал это фундаментальные и посылы долгосрочные сделки которые тоже можно использовать роман еще раз тебе большое спасибо когда мне если будет возможность можем также снова собраться в следующую пятницу и приближаться по идеям посмотреть если что-то интересное будет тогда жду от тебя фидбэка тоже как и всегда и если что выйдем в эфир спасибо тебе хорошего закрытия пятницы и классных выходных спасибо спасибо спасибо